На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что труднее привезти человека в церковь или сделать так, чтобы он из нее не ушел. Вообще привезти кого-то или увезти от кого-то, это вообще невозможно для человека. Привезти человека в храм может только сам Бог. И поэтому, если человек привел в храм человек, но только тоже по особому промыслу Божию, удержать человека в храме это тоже человеком невозможно. Разве что попытаться... Ну, знаете, есть такое искушение в храмах наших, к сожалению, большому, где всякого начинают учить всяким глупостям человеческим, которые считают догматами православной веры. В свое время, когда я был помоложе, у меня была одна знакомая девочка, которая собирала приметы. И я, пользуясь этой привычкой, ее подшучивал иногда и сочинял какую-нибудь очередную примету. Через месяц она мне ее рассказывала уже как догмат и пыталась ее исполнять. И я думаю, ну ты с ума сойдешь и попадешь, когда увидишь в сумасшедший дом из-за того, что ты все это соблюдаешь. На самом деле люди, которые пытаются исполнять обрядность церковную, они иногда думают, что они являются столпами догматики и пытаются к этому всех призвать. Я думаю, что это самое большое заблуждение в церкви. Потому что обрядность, это, знаете, такой есть хорошая поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Это о чем говорит? Что в каждом монастыре существует своя часть обрядов, которые там исполняются. Ну, например, если вы приедете в Японию, вам там придется ходить босиком, потому что есть храмы, в которых не ходят ногами. Это традиция очень восточная. Ну, у нас на северных храмах, конечно, без валенков ходить трудно в храмах, но, тем не менее, есть храмы, где ходят босиком. Есть храмы, в которых крестятся, ну, например, у нас в наш храм ходят армяне, половина из них крестится в левую сторону, половина крестится в правую сторону. Никто их не трогает. Почему? Потому что часть армян крестилась у нас после прохождения наших огласительных бесед и принятия нашего символа веры. И все это, и они крещенные у нас, они крестятся по-нашему. Часть, которая крестилась в Армении, они, соблюдая свою древнюю традицию, они крестят в другую сторону. Но это традиция. Даже форма креста — это просто традиция. И поэтому удержать человека в храме, я думаю, это как бы изначально тоже не стоит такая задача кого-то где-то держать. Если человек захочет куда-то уйти, ты его все равно не удержишь. Но сделать так, чтобы ему здесь было комфортно, и сюда ему хотелось идти, я думаю, это хорошая цель и задача. Ведь знаете, в храм не приходит человек по доброй воле. Ну, процентов 90 людей приходят туда, потому что их привели какие-то обстоятельства, или какие-то скорби, и какие-то недуги, или какая-то невозможность найти помощь с другой стороны. И если в этот момент, вместо того, чтобы человеку помочь, мы начинаем ему объяснять, что можно целовать, что нельзя целовать, как свечку ставить, в какое место, и какой стороной, и как это все поджигается, человек не за этим пришел. Человек приходит в храм в поисках Бога. Знаете, я сейчас вспомнил удивительную книгу Клаева Льюиса. Это книги из серии «Хроники Нарнии», и последняя книга называется «Сказки». Вот я начинаю об сказках до уровня сказок. Последняя книга называется «Последняя битва». И вот в этой последней битве в рай зашел, ну, я как человек, проживший всю жизнь в Азии, я понял, что Клаев Льюис говорит об азиате от каком-то. И зашел этот азиат, вопреки тому, что туда азиатов пускали. Вот, как бы так. И когда он увидел живого Бога, ему Аслан задал вопрос. А ты-то что здесь делаешь? На что он ответил уникальной фразой, которая у меня сейчас гвоздем торчит в голове. Он сказал ему «Я Бога ищу». Ведь, знаете, если мусульманин будет искать Бога, Бог ему всегда себя покажет. Если буддист будет искать Бога, и Бог и буддисту покажется. Если будет искать Бога человек, любого вероисповедания, и даже атеист. Знаете, в моей жизни были и такие люди, которые говорили «Если ты есть, то покажись». И Бог ему показывал какие-то обстоятельства. Он погибал, погибал весь самолет, он один оставался в живых, потом выходил и крестился. Потому что он только прямо до того, как сесть в этот самолет, он сказал, что Бога нет. Если бы он был, то значит, какое-то было бы чудо. И покажи мне это чудо. И как бы ответом на это чудо были какие-то обстоятельства, какие-то события. Когда человек ищет живого Бога, он его найдет в любом случае. Но если мы являемся препятствием к этому процессу, не приведи Господи быть нам на этом месте. Не приведи Господи быть нам человеком, который советует человеку тогда, когда человек этого не спрашивает. Отвечать на вопросы можно только тогда, когда их задают. И если человеку не задается никакой вопрос, значит, от нас никто ничего больше и не спрашивает. Задача миссионера заключается в том, чтобы вызвать человека на диалог. И если человек спросит, ведь... Вот представьте, Макарий Глухарев, который миссионерствовал на Алтае. Они приходили в деревни, где не было ни храмов, ни понятия Христе. Что они делали с людьми? Они выполняли самые простые задачи. Они помогали людям строить дома. Они помогали людям медицинским своему образованию. Они помогали, давали людям новые предметы быта и агрегаты, которые облегчали им жизнь. И тогда, видя их жизнь, люди начинали задавать им вопросы. И вот тогда люди нам им рассказывали о Христе. Вот если вас когда-нибудь спросят о чем-то, непременно отвечайте. Даже если вы не знаете ответа на вопрос, вы скажите, я вот сам не знаю, но точно знаю, где это можно прочитать. И давайте здесь откроем и прочитаем. Или я этого не знаю, но вот лучше нам спросить у того дяденьки в черном, он на это обязательно рассказать. Но никогда сами не подходите к человеку и не начинайте его направлять в правильное русло, как вам кажется. Иначе получится ситуация, в которой человек искал Бога, а нарвался на обычного нашего православного фарисея. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok